4306 нарушений выявили городовые за прошедший год. Служба отчиталась о своей работе перед депутатами Гурсовета. Но народные избранники поставили под сомнение деятельность новоиспечённой структуры. По идее, городовые ездят по Красноярским улицам, чаще всего к бизнесменам, и ищут нарушения. Затем передают информацию в соответствующие ведомства. Так, за 2019 год они обследовали 8010 объектов. Это около 22 в день. Среди них 2000 незаконных рекламных конструкций, больше сотни захламлённых территорий и так далее. При этом в службе городовых работает всего 10 человек. Семеро из них распределены по районам. Однако депутаты Гурсовета заявили, что городовые получают зарплату и, по сути, занимаются тем же самым, что и специалисты районных администраций. Вы параллельно идёте. Зачем это руководители администрации? Либо вы. Что-то у нас много чиновников и мало работы. Дублирование у нас исключено. Фишка района, службы, в том, что мы вот смотрели опыт других городов, мы сразу напрямую работаем с предпринимателями. То есть, скажу, где-то около 50-60% можно решить на месте без применения штрафов, штрафных санкций и других. Подходим, разговариваем, объясняем, предлагаем решение. Обсудили на комиссии в Гурсовете и судьбу школы в Солнечном, в пятом микрорайоне. Напомню, земли, где по проекту она должна быть построена, принадлежат частникам. Поэтому власти предлагают бизнесменам территориальный обмен. Однако процесс затянулся. И только в течение этого года чиновники смогут договориться с предпринимателями. Для того, чтобы обеспечить строительство школы, нужно объединить в одного заявителя всех трех собственников. И, соответственно, осуществить минус со всеми тремя собственниками. Потому что земельный участок отдельно каждого собственника не подходит под... Вернее, недостаточен для размещения школы. Вне зависимости от емкости объекта. Даже 800 мест это все равно 2,8 гектара.